Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Прямо сейчас все спекулируют на тему того, где может быть дно для биткоина. Возможно оно уже случилось, когда биткоин падал до 25 тысяч долларов. Или же биткоин упадет еще ниже, как предполагает, например, Рауль Паль. Этим утром я покажу тебе интересные метрики, одна из которых говорит мне о том, что дно этого медвежьего рынка уже близко. И когда мы его достигнем, биткоин и криптовалюта переживут самый масштабный рост в своей истории. Давай же начнем, но прежде не забудь поддержать это видео лайком и комментарием. Это очень помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Из-за санкций доход этого канала значительно упал, и поэтому именно твоя поддержка является моим главным двигателем. Большое спасибо за поддержку. Начнем с того, что сегодня биткоин отскочил от отметки в 28 тысяч 800 долларов. И как мы видим, этот уровень в этом месяце уже не раз отыгрывал себя в качестве поддержки. Перед этим биткоин отрастал до 30 с половиной тысяч долларов, но снова рухнул. А почему же это произошло? Потому что американские рынки снова покраснели и потянули за собой биткоин. И поэтому биткоин обвалился с 30 с половиной тысяч до 28 800 долларов. Но не паникуй из-за этого движения. Биткоин сейчас очень волатилен, и это нормально. Мы, кстати, сейчас находимся в идеальном коридоре для скальпинга, где нижний уровень это 28 800, а верхний 30 500 долларов. А сейчас я покажу тебе несколько вещей, которые я сегодня нашел. Одна из этих метрик действительно поражает и показывает, что после достижения дна биткоин ожидает самое масштабное восстановление, которое мы когда-либо видели. Итак, сейчас ты видишь график лонговых позиций на Bitfinex. Это фьючерсные лонги, которые киты покупают прямо сейчас. И мы видим, что они очень и очень масштабные. Если что, это недельный график. И мы можем заметить, что такого количества открытых лонгов именно китами не было практически никогда за всю историю. Почему это имеет значение? Давай нарисуем график цены биткоина поверх этой метрики. Итак, почему она так важна? Потому что как только лонги взрываются, биткоин падает. Это мы четко видим. Очевидно, что у биткоина с этой метрикой диаметрально противоположная корреляция. И в этом есть логика. Как только биткоин начинает сильно расти, киты начинают частично фиксировать прибыли. Но когда биткоин падает, киты используют ситуацию, начинают выкупать его. В 2021 году, когда биткоин нашел вершину на отметке в 64 тысячи долларов и жестко обвалился до 28 тысяч долларов, лонговые позиции китов начали расти. Когда же киты начали их закрывать? А именно тогда, когда биткоин начал расти. И чем выше рост биткоин, тем меньше было лонговых позиций китов, как мы видим на этом сравнении. Вот рост цены биткоина и вот падение количества открытых лонгов китами на Bitfinex. Сейчас же после очередного падения криптовалютного рынка, киты начали снова открывать больше лонгов. Причем это открытие лонгов оказалось самым масштабным в истории биткоина. Таких уровней не было никогда, как ты видишь на этом графике. А теперь подумай, что будет, когда эти лонги начнут падать, когда их будет становиться меньше. Точно так же, как и вот здесь. Посмотри, здесь биткоин очень сильно рос. Я думаю, как только мы увидим падение этих лонгов, мы увидим и рост биткоина снова. Мы знаем, что биткоин экстремально перепродан. Мы уже падали до 25 тысяч долларов. Но кто-то спекулирует о том, что мы можем упасть еще ниже, до 20 тысяч долларов. Это вероятно. Но одна вещь, в которой я уверен, это то, что киты на Bitfinex рекордно ставят на то, что дно уже рядом. И вот почему они накапливают эти лонговые позиции прямо сейчас, пытаясь получить максимум от таких низких цен на криптовалютном рынке. Я верю, что когда этот график начнет падать, мы увидим начало самого масштабного восстановления биткоина как минимум за последние 5 лет. На этом графике мы видим также и то, что не только киты, но розничные инвесторы также покупают. Здесь мы видим предложения биткоинов, которые держат розничные инвесторы. Мы видим, что в последнее время оно резко подскочило и находится на максимальных за последние 2 года отметках. Если мы проанализируем предыдущие крахи биткоина за прошлые годы, то увидим, что он переживал внезапные и массивные падения вниз. Вот так это выглядело в 2019 году, вот так в 2020 и вот так в 2021. Ну а вот так это выглядит в 2022 прямо сейчас. И всегда эти массивные крахи сопровождались ужасными событиями, новостями и статьями, призванными удержать людей от покупок и заставить их продавать. И мы видели такой же новостной фон, когда биткоин упал до 25 тысяч долларов совсем недавно в этом году. И это еще один индикатор, учитывая историческое наследие биткоина, что дно уже было сформировано на отметке в 25 тысяч долларов. Вот еще один интересный анализ от Stock Money L. На основе индекса относительно силы он построил некий глобальный тренд, который тянется всю историю биткоина с самого начала его жизни. Мы видим, что даже самые жестокие падения главной криптовалюты удерживались именно на этой линии, на этом глобальном тренде. Лишь один раз мы смогли опуститься ниже этого тренда в марте 2020 из-за коронавируса. Но это скорее черный лебедь, чем закономерность. И угадай, где мы находимся прямо сейчас? А мы находимся прямо на этой линии. Представляешь, прямо на этом тренде. И прямо от него мы отскочили, когда достигли 25 тысяч долларов. Точно так же, как это было в 2018 году. Как это было в 2015 году. И как это было в 2013 году. Еще один индикатор того, что дно уже близко. На этой диаграмме мы видим сравнение биткоина с траекторией Доу Джонса. При этом мы видим, что график цены биткоина начинается с самого начала его существования. С 2011 по 2022 годы. А Доу Джонс мы взяли с 1982 по 2022 годы. Если что, это инверсированные графики, поэтому они двигаются вниз. Но тем не менее, мы видим, что графики следуют практически одной и той же траектории движения. И в точке номер 3, как ты видишь, случилось нечто, что заставило Доу Джонс резко и сильно отскочить. Он перешел в масштабный рост после этого. И биткоин сейчас как раз приближается к этой точке номер 3. Итак, в заключение скажу, я знаю, что все это выглядит страшно. Еще утром биткоин стоил 30 с половиной тысяч долларов, а сейчас приближается снова к 28 тысячам. Но как только мы найдем дно, новое ралли неизбежно. И оно будет самым масштабным в истории. Так что оставайся сильным. Продолжай холдить. Продолжай усредняться по доллару. И мы с тобой пройдем это вместе. Точно так же, как мы с тобой проходили медведь же рынок 2018-2019 годов. Ну а чтобы быть в курсе всех новых событий из мира криптовалюты, Подпишись на канал, здесь мы каждый день обсуждаем новости криптовалют. Подписывайся на канал, телеграм ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok